Иногда я так лежала, чувствую жар, он меня берет в тундру и говорит, пойдем за дровами, пропотеешь хорошо, потом ты выгонишь всю эту болезнь. Я с ним и шла, хотя я маленькая была, но с ним и шла. Это тоже поселок и так же было. А в тундре, там свобода была, там куда хотели, туда и ехали. Ну там, естественно, там, где ягель. У нас у родителей было 1200-1500 голов оленей, это только у отца моего. А у моих дядей, вот мамины, братья, тоже были в своей олене, тоже где-то 1100-1200, так вот примерно. Мы никого не нанимали, ни Бодраков, никого, мы сами пошли. Восемь лаек, шесть лаек, мы дети и вперед, в стадо. Особенно сейчас вот июнь, июль, самый такой, как бы говорят, ответственная пора сейчас идет в тундре. Идет, это вот, кушает оса вот эти вот, оленей. Они по кругу бегают и ищут там, где много воды, там, где могло, это, ягель, там, где прохладно. Вот сейчас вот пастухи сейчас там так и делают. Как вот, как пошли наши предки, так и пастут сейчас. Вот. Конечно, родители мои очень многому научили и шить, и петь, и танцевать. И танцевать. Мне вот, я иду вместе с ними, с отцом, допустим, или с мамой. Идем за водой, а там чайочка там, или, или этот, любое, вот, смотри, как она, Попробуй, как она, чайка, как она двигается, попробуй, потанцуй, попробуй. Вот, я танцевала, вот, вот эти, как чайка двигается, танцуй, и так, и это. А потом, а вот эти вот, мы живущие народности севера, Чукчи, строго соблюдали чистоту, чистоту вот этой природы, потому что сгли, что-то не нужно. Ненужные вот эти вещи старые, это, чтобы кочевать куда-то. Мы так никогда не бросали, как сейчас бросают. Нет. Мы, это, сгли, вещи старые, а если, допустим, олень заболел там копыткой, копали в землю, чтобы другим, чтобы звери не отравились. Мы, конечно, от, 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 мои родители, это, как бы, уважали братьев наших меньших. Лиса, медведь, волк, там другие животные такие. И вот это вот, даже если отец убьет волка, там на охоту, там нужно что-то для одежды. Прежде чем привезли, допустим, еще тело теплое, над ним бубен играет, проводить его туда дальше. Все равно три дня идет, вот как бы, еще не умер полностью, а идет вот эти три дня, как вот, как называется это, вот, так и они, они сразу не умирают, они еще три дня как бы витают там еще, бубы не играют, а потом после этого начинают это разделывать. И тут уши уже закапывают. А когда собаку, допустим, старая собака стала, оленегонка старая, они опять-таки, и прежде чем убить, прежде чем, а собака чувствует, прежде чем убить там собаку, они кормили жирной толстой кишкой сушеной. Отдадут ему этот киски, 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 кисок вот такой кусочек. Оттуда, от аранги отводят и там его запевают. И опять-таки строго тоже водой об этой поят, скажут, как и молка, вот. чтобы проводить далекий путь. Все это сохранялось у нас, все, традиции. С надником, друзья! Спасибо! С Новым годом! Удачи, здоровья! Песня называется «Встреча друзей». Ура! Вот на чикорском языке танцуем. Хорошо! Мы с вами главная! Песня! 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 Что я могу сказать, у нас еще были ездовые олени свои, у меня свои, у брата свои, у отцов своих. Вот, у меня был белый олень, белый-белый, только глаза черные, ни одного пятнышка, вот, мы очень рано учились ездить на оленях, потому что уже с малых лет уже, как бы говорят, это, чтобы потом в просах не попасть, вот, учили как пасти. С какой стороны подходить, какой будет ветер завтра, что будет, куда выйти стадо, чтобы гром не нагрянул, чтобы гром на них не упал. Учили, как разделывать олени, учили, как варить, как сушить, как выделывать скуры, как сшить Михаеву одежду, как вышивать ими. У нас у Чукчей вышивается только вот белый-черный камус летний, вот сейчас вот осенний, осенью забивают, она еще не такая большая, она вот такой ворс маленький. Вот эти всякими узорами сшили тормоза, кухлянки, вот сюда вот, на махай, на все. И изолене шкуры, белый-черный, сшивали узоры такие вот, чтобы вот тут вот на украшение было у мужиков, у мужчин. Конечно, это надо уметь с самого детства, с самого детства все это. Я очень рада, конечно, моим родителям, что вот так вот воспитали достойно. Как бы, говорит, духом не пали, тогда когда-когда было очень тяжело.